так ну у нас седьмой урок уже итак я создам еще одну папочку запущу в ней терминал вот но у меня такой терминал несколько тюнингованный вот то есть я здесь вижу где я нахожусь я вижу что эта папка принадлежит кому-то репозиторию даже вижу на какой ветке она находится вот и даже вижу что-то поменялось тут каких-то 3 если я хочу подробно узнать я пишу гид статус не наверное что-то тут три чего-то да вот четыре три файла поменялись на прошлом занятии то есть я их могу залечь в репозитории вот сделать это путем трех команд да гид эд . гид комит с каким-нибудь комментариям и гид пуш вот у меня это получится сделать если кто-то не забил а вот мне получается что кто-то что-то поменял теперь он мне говорится прежде чем пушить надо сначала сделать гидкул и получить текущую версию репозитория вот я вижу что кто-то что-то накидал поэтому теперь я могу смело смело сделать гид пуш и свою отправить так теперь я запущу редактор из текущей директории вот запускается команды код вот запускается visual studio код вот что мы здесь имеем также мы можем здесь работать с репозиториям вот сюда если мы нажмем вот мы увидим во первых мы видим на какой ветке мы находимся и отсюда можем создать новую ветку переключиться и так далее также мы можем нажать вот на вот эту кнопочку и увидеть наши изменения которые текущие так также можно открыть терминал еще раз посмотрю гид статус то есть у меня почему-то получила на еще раз попробую гид теперь опять гид статус так я попробовал гид от пол писать вот они перри перелезли перелезли с чем же сюда теперь их можно комитить комит и теперь гид пуш так ну еще раз что можно с этим гидом сделать к примеру я создаю какой-нибудь переключу это сюда вот создаю новый файлик там один пилайк нибудь то есть вот опишу как только я его сохраняю опять переключаюсь вот сюда то есть в принципе с гидом можно работать как в терминале за при помощи команд также и в редакторе просто нажимаю на всяческие менюшки там и так далее вот я как только его изменил я смотрю что здесь вот у меня появилось что файл изменился вот и здесь предлагает что можно сделать если мне не понравилось я могу вот этой вот штукой раз и откатить обратно и он так удалится вот я могу именно файл удалить или только изменения удается или без вот так удалить вот весь файл удалиться и все большего изменения не будет вот очень удобно если вы что-то делаете делать и потому и боже какой шо и ерунду куда написал сразу берете сразу все шлюп и возвращаетесь на исходную на исходную позицию да что он удаляет он удаляет изменения но если этот файл новый он удалит файл если этот файл был и вы там что-то поменяли то он удалит только то что вы поменяли возвратит этот файл прежде перевозданный вид то есть довольно умная система так еще очень важный момент если вы будете работать где-то в компании куда то есть что позволяет нам гид еще раз и позволяет во первых работать вместе над одним каким-то проектом получать результаты работы других еду эту работу отдавать чтобы люди вот из получается у нас репозиторий там где хранится вся эта программа вот но эту программу можно как бы группой развивать вот еще не позволяет хранить историю изменений вот если я возьму она еще раз сюда закинусь а ну тут пока нету файлов но может быть я возьму какой-нибудь другой так ну ладно туда создан еще один вот один пивай вот здесь я скажу one сохраню этот файл вот теперь я ну у меня есть давайте ладно сколько при помощи не команд уже а вот этого штучки вот я смотрю что вот я добавил один файл я хочу его сюда вот я хочу его плюсиком стоит чинист то есть их зафиксировать изменения раз вот он не попадает теперь стоит чеченец вот то есть изменения на какой-то стадии что ли вот и дальше мне я хочу его вы за комитить вот этой вот комит но когда я комичу я комичу локально потому что у нас где будет соседа два репозиторий один локально 2 удален вот если у вас нет интернета ничего страшного вы все эти изменения локально себе забрасываете вот а потом компания вы можете их вылетел в сеть вот это еще очень полезно например если я что-то делаю какую-то работу но не хочу ее показывать преждевременно всем да то есть она у меня локально будет сохраняться я могу как бы наперед поработать а потом в один день всему удивить вот значит комичу я себе раз вот это да комит это фиксация это когда но фиксация локально так и говорю там комит номер набор вот теперь что теперь у меня щекам комедия закомитил теперь мне нужно все это запушить так но вот уж здесь скорее всего через эти три точки где-то тут есть да вот он пуш коп и она побежала все запушил теперь если я возьму этот файл здесь вот видите таймлайн есть это уже вот в этой секции вот у меня здесь есть аутлайн есть таймлайн значит вот эти две штуки тоже надо понимать чем они хороши значит ну таймлайн понятно это комит я открываю вижу что что изменилось видите я добавил одну одну строчку ну давайте теперь чем-нибудь еще добавим чтобы увидеть как работает аутлайн аутлайн это такой инспектор кода смотрите если я беру фанк функция 1 например и делаю вот так вот пас теперь еще раз фанк 2 и делая опять пас ну сразу объясню что такое пас пас это это просто пустышка функция пустышка в которой ничего не делать потому что если я уберу отсюда пас вот так вот сделаю то непонятно где эта функция началась и заканчивается то есть ну вообще структура непонятно поэтому у них есть ключевое слово пас нашел других языках когда идет функция открывающийся закрывающийся скобочка вот так вот она обозначает где ее начало где конец но в питоне все определяется отступами поэтому тут пришли надо как-то выкручиваться вот так вот и выкрутились вот таким вот ключевым словом пас ну вообще редко такое бывает но бывает что нужно куда пустышку сделать вот видите в аутлайне вот появились функция 1 функция 2 вот если файл здоровенный функция где-то 1 вот здесь вот то вы можете вот так просто раз раз прыгать видите вот очень удобно когда здоровенный файл бывает 3-4 тысячи строк вот тут в этом аутлайне вы видите все классы функции переменные можете между ними можете их отсортировать например здесь по имени довольно удобно так что еще нам позволяет делать гид в общем то это самая основная задача она позволяет что делать она позволяет не нарушать работу других путем создания веток сейчас я нахожусь на ветке мастер вот обычно на эту ветку садится рабочий сайт его еще называют продакшен то есть тот сайт который работает в интернете на которой не надо не дуть ничего вот он пока работает не трогать его там уже все от тестировано и все в работоспособ состоянии то есть он он используется вот и туда что-то закладывать что не проверено или то что человек сомневается будет ли она работать это очень опасно поскольку можно нарушить систему так как сайт рабочий то заказчик может и деньги потерять все что угодно случить поэтому на мастер садится основной сайт а разработка идет на другой ветке на девелоп я обычно называю вот давайте сейчас так и сделаем вот у нас есть две этих функции так я сохраняю вот теперь что опять перехожу сюда фиксирую изменения плюсиком шлеп чем поставил сам суда стейлер теперь к мечу какой-нибудь как комментарий вот и пушу вот допустим это у нас продакшен вот он наберем из него и теперь хотим делать какую-то разработку вести вот мы делаем новую веточку сюда нажимаем мастер и говорим create new branch это конечно гораздо удобнее чем запоминать эти команды в терминале тоже так можно сделать вот и обычно бранчи они как называются они за они называются по номеру задачи например в каждой задачи имеет какой-то идентификатор например такой тск какой-нибудь task task номер один пример вот и какой-нибудь комментарий идет что о чем эта задача например вратикал улата делать будем калькулятор раз вот он создал мне новый бранч вот здесь ответьте мне показал что он на этом бранче вот и теперь я добавлю сюда еще калькулятор вот домашнее задание у вас было вы его делали нет я пути границу да вот ну давайте я попробую его решить значит задание было такое у нас есть функция ну назовем а калькулятор давайте ее пока сделаю пустой вот и в эту функцию значит должны зайти две переменные список давайте так нам лист список целых чисел и вторая переменная это коэффициент это просто целое число причем я могу вот так вот через двоеточие здесь указать что она будет целая вот так вот int то есть указать явно тип функции ты после каждой или сланту не объяснил давайте попробуем лист а тут листво еще и по-моему можно здесь вот лист еще и написать что там будет что там будет что будет именно им ты куда да то есть мы этим самым это очень хорошая техника которая называется аннотация типов когда мы любой функции мы говорим как у якого типа туда переменная заходит и не дай бог кто-то что-то не то есть забросит туда он сразу увидит ошибку то что если этого не сделать человек никогда не увидит ее потом будет проблем так итак у нас на на лист интинты хорошо давайте я пока отпринчу содержимое номер лист номер лист вот сохраняю это запускаю так поэтому 3 и что это у нас тут один здесь я это надо убрать она какая-то так так мы тут походу надо наверно в этом убрать вот и ладно поскольку просто список пока здесь на эту функцию вызовем и передадим сюда список какой нибудь ну скажем 1 2 3 4 а сюда какой-то коэффициент например два сейчас я ожидаю увидеть список этот вот он 1 2 3 4 вот что мы делаем дальше дальше нам нужно пройти по этому списку и перемножить каждое его число каждое значение на 2 но это сначала это первая операция вторая операция потом нужно будет сложить результаты перемножения в одно число и выдать его одно число то есть это сумма чисел перемноженных на коэффициент по сути вот ну скорее всего да начнется это все с какого-то цикла номер 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 лист номер лист так и давайте прим номер на коэффициентом еще раз вызываю одну операцию я совершил теперь значит что мне нужно теперь как бы вот из этого списка ну я бы сделал второй список ну можно конечно менять этот же самый список в общем эту задачу можно конечно по разному решили и так и так вот ну не знаю мне как бы для простоты я бы сделал какой-нибудь временный тмп какой-то пустой список а потом вы в цикле суда нам забрасывал при помощи функции аппенд вот такой вот это все он должен вам скинуть вот я вот сейчас беру но я нахожусь на ветке на вот это правильно вот если я возьму и сделаю вот так плюс вот так вот так как нибудь как нибудь и запушу ок фух вот а вы теперь сделаете гидпул можете вот теперь когда вы сделали гидпул у вас появилась вот эта ветка как калькулятор то есть дети можно ней прыгатьAre можно на мастер прыгнуть можно на калькулятор прыгнуть и переходить то есть если вы хотите увидеть эти изменения вам нужно будет прыгнуть вe вверх это данное нам туда вы увидите НАМАССВИ их пока нет мастер у нас пока такого замороженно теперь как мы это все на мастер допустим что у мастера это такое уже последний этап что именно на ветку так теперь допустим а ну да я скинул в мою ветку все сделал теперь вот и теперь мечтам надо сделать надо повестить людей чтобы они проверяли меня я делаю вот как только я создал ветку и и запушил у меня появляется такого компа ренту реквест такая штука генна в геннагите это уже вот здесь я создаю так называемый пул реквест я говорю там чек 3 1 мая ну вообще тут пишут собственно говоря номер задачи там т.с. к. сразу чтобы было понятно какой задача речь у нас там допустим это первая какая-нибудь задачка задача все они выше всех создается мы с вами уши как создавали вот идет идентификатор задачи о чем эта задача вот и создается по руку вы квест раз вот теперь когда этот пул реквест создан начальник заходит смотрит о пол реквеста что-то закончил с какую-то работу смотрит заходит в этот пул реквест и заходит вот сюда где-то файл ченикс и смотрит что я тут накуролесил если ему что-то не понравилось он тут может комментарии оставить сказать что не так и так далее вот если ему все понравилось он это дело может смажите здесь марш пул реквеста процесс мержа это слияние вот этой ветки с текущим мастером в главную ветку и жмакает сюда и говорит подтверждаю все теперь пул реквест сексессулем эржит and close вот теперь все эти изменения они должны попасть в мастер поэтому вы должны сейчас перейти в мастер сделать гитпул и у вас уже в мастере появится вот это вот штучка вот и ваша задача теперь создать каждой свою ветку из мастера из мастера каждый создает ветку то есть ветка она всегда создается оттуда откуда вы сейчас находитесь вот и ни в коем случае не создавайте ветку из чужой ветки как типа калькулятор у вас должно быть сразу в любой организации вам говорят вот мы работаем с девелопом ветки и только с одной ветки ты должен отбранчевываться ты не если ты свою создал ветку то вторую ветку ты со своей ни в коем случае не надо делать потому что там запутается потом концов не найдете всегда каждая новая задача начинается с создания ветки от девелопа ну или от той которую вам скажу ну а мы давайте от мастера вот сейчас у вас какая задача задача состоит в том чтобы вы работает сейчас папки моей в моей работаете но каждый в своей ветке вот лучшее решение я выберу и смотрю а все остальное пойдет да то есть вы сейчас от мастера создаете ветку вот так вот берете мастер приедет new branch называйте его как хотите ну лучше туда и своими своим именем достать вот он просто мимо тире калькулятор примеру так что так вот так поступил нам первый по реквест отмена открываем смотрим вот я смотрю тут четырешка метода это такие ладно сможет что поменялось так ну пять файлов удалены просто тупо удалены этот удалили мне это у себя ладно поудаляли по удаляли вот это уже моя и так что она что нам не на сделала удалила вот это все мое и добавила вот это свое вот хотя требовалось доработать вот эту функцию а вдруг здесь что-то полезное да а так если я сейчас возьму и приму этот смержусь я потеряю все свое вот поэтому такой хоккей нам не нужен да еще и плюс какие-то удаления непонятно зачем не требовалось ладно что у него там удалены ну ладно вот поэтому что мы делаем в этом случае мы это дело должны отвергнуть карта сейчас смотрю где это а вот я нашел в самом конце я его просто закрывала плоску уже то есть все не пишу комментировал и закрыл то есть теперь у нас получается в куры квестах ничего нету но я думаю что если тут выбрать тут должны быть это закрытая вот вот 33 закрытых вот здесь вот я вижу что он закрытый так теперь я себе еще на всякий случай гидпул сделаю чтобы затянуть все вот все врачи вот я вижу что я не теперь локально зашел вот этот бранч не если я открою мой гид так чиньи здесь так вот здесь вот я вижу все брачи которые мне зашли она нету вот они да не набрать вот она мне зашла как вы удален она удаленная ремонт и привел и локально вот эти которые без оригин ну давайте следующий смотреть так вот следующий следующий смотрим раз тут четыре файла изменилось опять почему-то один тоже не мой тоже не мой так ну ладно давайте туда я сам попробую эту задачку уже решить так сейчас я делаю смотрите гидпул если на моей витке на мастере я смотрю и смотрю что мастер кто-то поменял виталий забросил меня на мастер без спроса вообще без всякого и ну в общем за такое увольняют короче говоря да ну конечно я шучу на них чтоб такого не происходило обычно ветку мастер и и закрывают и делаю так что в нее попадает только то что опроблено когда мэр шликва ну опробится мы же квест или говорят что с нее надо вливать только с девелопа или это кто-то отдельно это подложено в общем как-то ее заложил чтобы никто не мог туда напрямую с ней работать такая возможность тоже есть есть вот такая интересная команда гитра z hard то есть это так как бы голова где я нахожу сейчас на каком коммите она находится вот я ее передвигаю просто на один комит попробую да еще и тяжело так вот он говорит что сейчас каждый комит имеет уникальное такой вот 1 1 идентификатор и вот он сейчас меня передвинулся так смотрю сейчас форма теперь она в том виде в которого было вот я смотрю так ну ладно разбираем значит что одну из работ вот и смотрим что функция она всегда должна что-то возвращать тут она ничего не возвращает когда когда вы не даете вот этот реторм здесь и пытаетесь присвоить что-то то функция все равно возвращает на возвращает нам ничего после то вот поэтому надо явно возвращать вот и тогда тогда все хорошо вот и что здесь у нас происходит ну принты тоже все по убираем сейчас уже не нужны обычно используется так для промежуточных вывода промежуточных результатов вот значит так что у нас здесь происходит мы создали первым пустую пустой список потом пошли по по списку которые нам забор забросили функцию переносили на коэффициент каждый каждый этот самый каждый номер да хорошо но в принципе можно было сделать и вот так вот сюда это все впихнуть и сократить чуть-чуть так прямо внутри перемножать так потом мы определили какую-то промежуточную переменную рез которую результат будем записывать и пошли уже по списку перемноженному и рез равно нам плюс рез ну да и его прибавляли туда в цикле по прибавляли возвратить так ну в общем то хорошо и 20 получили так мы теперь давайте по классам тоже на примере на каком-то сделаем допустим я 6 открою другой чтобы далеко не бегать там по файловой системе так я папки 7 просто хочу уже выйти ну хотела отдавать и лучше в 7 уже начали так я создаю новый файл скажу это будет какая-то игра гейм здесь мы будем делать какую-то игру на ну например да два тюни не игру а например какой-то магазин давайте шок вот в этом магазине ну скажем у нас будет продать мы продаем животных какой-нибудь там жоомагазин вот и вот эти вот все животные они как бы такие вот объекты интересные они могут они могут как-то выглядеть что-то делать вот и тут так как бы одними функциями не обойдешься вот поэтому придумали вот эти классы значит что что это собой представляет это просто вот мы с вами работали между с функциями переменными так а тут решили а что если мы что-то создадим такое какой-то объект где будут и функции перемен то есть как бы класс он совмещает в себе функции и переменные только он как бы в одном в одной сущности это внутрь куда-то ложит вот и получается классом будет состоять из функций там будут называться методами а переменные будут называться атрибутами свойствами причем методами свойствами объекта любая переменная в питоне это объект раз это объект значит он какой-то класс его описывал описывает где-то внутри в питоне есть классы которые описывают числа строки и все остальное эти списки короче это все описано в виде класса то есть классы они представляют собой как бы инструкцию по созданию какого-то объекта и в них мы вкладываем что этот объект может делать как уж какие переменные внутри содержит и так далее ну например если я хочу создать класс но это ключевое слово класс вот я продаю собак док я говорю класс док вот я его объявляю вот просто класс и как в как функция в принципе определяется только вместо d в класс вот ну что у собаки есть ну color есть какой-нибудь цвет цвет равно брал вот и внутри класса я могу также определять и функции дефа и например какую функцию давайте так типа что то скажи но сайту ну давайте так сей и и вот собака нам отвечать как я какой у нее цвет вот и здесь я буду говорить принт принт и собака мне отвечает если я создам сейчас собаку и вызвал у нее такой вот метод она мне скажет myColor и сюда всунет вот этот вот color но тут есть одна фишечка в общем то в класс я забросил атрибут и функцию но из класса я буду создавать объект вот так вот я буду говорить что это doc равно и вот вызывать эту функцию как будто я функцию вызываю и тогда у меня вот в этом доге появится вот эта функция say a color но я могу создать одну собаку вторую, третью это будут три разных объекта и поэтому здесь как я определю какой именно объект какой мне цвет из какого объекта его тянуть поэтому вот здесь вот внутри этой функции есть такое вот ключевое слово self которое ссылается на вот этот вот объект который я буду создавать в будущем вот и я вот через этот self могу доставать вот эти параметры color, show любой из параметров которые я здесь передам определю вернее вот я говорю self color вот так вот и теперь у меня есть здесь три собаки ну и все они на и скорее всего будут будут этого цвета одного да color теперь вот мне даже подсказывают say a color у этого объекта есть вот этот вот вот эта функция say color я могу ее вызвать посмотреть ну вот что оно у меня выдает вот но мало того я могу ну если я там док а теперь дом 2 но 2 наверно будет тоже такого цвета правильный кому то есть вот этот класс не создает экземпляры объектов с одинаковым цветом могу я поменять этот цвет я думаю да если я возьму просто вот так сделаю док color равно red ну теперь что будет первое должно быть красным да видите то есть я могу я могу на лету после того как я создал объект я могу при помощи точки добираться до всех атрибутов этого объекта свойств их менять на лету вот ну хорошо теперь допустим док у меня есть с котами разберемся класс вот я создаю новый класс ну и скопирую это все одинаково сделаем вот теперь я могу создавать или котов и собак вот но теперь заказчик мне говорит слушай это все хорошо но они же все бегают давай-ка мы им дадим новую функцию чтобы они все могли перемещаться по клетке вот какой выход ну можно и сюда и сюда добавить еще по одной функции да скажем вот так определить вот вот опять не передать то то есть в классе это всегда в классах все вот эти вот методы они с селфом идут вот потому что селф будет указывать на этот объект который этот класс будет потом создавать и говорю принт вот теперь у меня собака умеет передвигаться код пока еще нет что мне еще копировать то же самое то есть ну хорошо а если таких животных будет 10 20 то мне что это постоянно делать вот поэтому классы позволяют проводить такую классную фишку как наследование я возьму определю класс animal 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 вот и этот move перенесу в него вот тихо 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 так move вот сюда вот это у меня будет базовый класс от этого класса будут наследоваться и док и кет если я вот этот animal впихну вот сюда вот оп и сюда оп и у меня автоматически и кот и собака теперь умею могут перемещаться ну давайте я создам еще док кат равно кат и пошел док move и кат move так теперь ваша задача сделать так чтобы они умели прыгать и оба да и код и туда давай вот сюда да 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 ой 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 ну давайте попробуем с котом ну давайте попробуем с котом так отлично вот теперь мы вот при помощи вот этого базового класса или называется родительский мы снабжаем все остальные дочерние классы нужным нам функционалом очень удобно очень удобно да иерархия это совершенно верно вот и вот наклепали кучу животных а потом вдруг выясняется что некоторые люди покупали животных ну скажем так макеты набитые чучела да и вот они повесили на стенку и он что-то начал прыгать там он говорит мне не 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 ходить никуда вот а таких животных вот куча и что 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 делать ну например давайте сделаем вот такой вот такой вот класс как вот он как вот он фейк фейк доктор вот фейк док унаследуя его от дома вот ну это все за сумму вот попробую создать теперь фейкового дома чтобы убедиться фейк док фейк док фейк док фейк док фейк док ран да там что а м ну вот то есть у меня сейчас вот фейковый док затопал затопал вот что делать мне чтобы он не топал вот я могу взять и переопределить этот вот этот вот способ ну метод вот фейк док фейкового дома здесь вот определить такой же только сказать например ай но смотрю смотрим ну вот одна собака пошла вторая говорит что я не могу пойти ну вот собственно у вас основные способы показал как вот эти классы работают но это конечно не все но так более-менее свыше свышены как говорится полета все вот эти классы они как вы видите они при помощи классов объектов они между собой могут ну как-то быть взаимосвязи первый взаимосвязь это родитель потомок вот но еще в чем может быть тонкость одна если вот таких вот фейковых догов и котов очень много и люди разрабатывали их очень разные там ко мне могут прийти 10 человек и сказать что это мы теперь должны переписывать все у себя ну как так то если потом надо будет что-то другое исключить или добавить это нам надо будет переопределять эти все методы мы это не хотим так работать правильно вот как тут можно выкрутиться из этой ситуации как вы думаете смотрите если я возьму сейчас и создам еще один класс например такой can can fly может летать и в функцию напишу и создам еще один класс когда что то не умеет летать can not fly can not fly i can not fly вот то есть я создал два класса с одинаковым с одинаковым методом fly я могу создать экземпляр этого класса к примеру у меня есть коты и доги ну давайте пускай это будет еще какая-то bird класс bird птичка да которая наследуется от animal тоже то есть она сразу она сразу приобретет move и jump но она должна у меня уметь летать поэтому внутри этого класса мне как то внутрь этого класса нужно положить экземпляры другого класса и вызвать метод fly то есть смотри ну я могу в принципе попроще сделать def fly то есть я внутри птицы определяю функцию fly а внутри внутри я создаю ну хотя нет наверное лучше не так давайте я вам тогда объясню такую специальную функцию которая называется init init это служебная функция вот внутри класса можно эту служебную функцию использовать они с подчерканом впереди и сзади ей тоже передается self вот эта функция срабатывает каждый раз когда вы создаете новый объект этого класса ну вот здесь вот когда я создаю кота собаку всегда будет он будет искать эту функцию init если она есть конечно вот если она есть он ее будет вызывать и здесь я могу что то приклеить к этому объекту что то стороннее в данном случае я хочу например создать переменную can fly которая равняется экземпляру вот этого класса вот и теперь я вызову вернее создам функцию fly где self внутрь идет и вызову self can fly в этой в этом параметре теперь у меня находится экземпляр вот этого класса а в нем уже функция опять fly ну как то так так а ну-ка верт равно верт верт флай так fly self can can fly fly так у нас получается что мы не додали какого-то какой-то переменной до 21 строка а ну да вот здесь вот я позабывал поставить self везде тут тут ну вот теперь у меня птичка полетела теперь то же самое могу создать с этими всеми догами котами вот но что это мне дает это мне дает если мне допустим человек потом скажет вот я хочу чтобы они летали так другие вот так вот прямо то есть я это все дело могу изменить вот в этом вот классе где я определяю могут они или не могут летать если могут то как вот этот вот подход он называется вот эти когда от создаются классы то есть там очень много таких вот хитростей и подходов вот этот называется стратегия эти подходы называться паттернами вот но это такие знаете как хитрости приемчики вот потому что когда эти классы изобрели вот то программисты начали их так использовать по-всякому одни хорошо другие плохо они начали там это самое а задачки то все они те же получаются но одни их решают так другие по-другому одни правильные неправильные вот один был эрик гамма который решил это все разобраться он даже потом диссертацию написал эту тему он проездил всех этих людей с разработчиков и просто вычислил вот как каким образом эти классы друг с дружкой надо построить чтобы решить ту или другую задачу вот и создал создал вот эти у нас назвал паттернами вот и разделил на три три большие группы это паттерны которые созидательные которые что-то создают эти объекты то что вы класс создали а нужно потом из них создавать где-то объект в данном случае я вот здесь вот их и создаю да но это большой вопрос где именно их можно в разных местах создавать и как создавать непонятно вот паттерны они объясняют это группа паттернов которые создают объекты вторая группа это паттерны архитектурные которые говорят что-то где-то архитектур устроен и третье это поведенческие допустим нас вот я хочу написать программу вот мы как сидим здесь в комнате как урок проводим да вот первое что мне нужно сделать мне нужно ну мебель наверно сюда за как-то поставить надо ее создать ну знаю что она там состоит из неопытный если программист да он скажет ну чего она состоит из деревяшек здесь дерево пойду я возьму топор сейчас в лес нарублю дерево и сам эти все стулья сострогаю ну сами представляете что это будут за стулья будет опасно сидеть вот а человек который уже знает это все дело уже которого под назвали слушай у меня он не знакомый на фабрике я сейчас ему позвоню себя привезут нормально это уже будет он будет использовать паттерн который называется фабрика так он называется фабричный то есть это такие вот классы которые построены таким образом которые знают как правильно что-то создавать потому что стулья могут быть разные столы моторы ну в общем там ну хорошо привезли эти столы скинули там в это самый да в углу не ж надо как-то правильно расставить здесь тоже пойдут какие-то паттерны и вот ведь именно вот которые архитектурный вот мы следующие поведенческие но это например если вы вот сейчас или я начну сейчас там матюкаться в залезу на это буду кричать это все ну как бы неприемлемо да или вы начнете сейчас все вместе мне задавать вопрос я же не смогу ответить вот мне нужно какое-то решение принять чтобы вы сделали в таком случае вот сюда первую это очередь чтобы я беру и по очереди вы спрашиваете хорошо а если ну да то есть вот микрофон я возьму просто к одному микрофон второму третьему хорошо а если я не успею вдвоем ответил время вышло все я ушел на следующий день вы уже придете ничего забудете уже все есть там другой паттерн который по-моему команда называется когда я беру листик и передаю вы в листик записали я ушел успел ответил на следующий урок приду опять прочитаю то есть вот такие вот вроде они и все эти паттерны не могут так вот жизненной ситуации но их привести аналогии вот и вот да вот в этих классов этих паттернов около где-то 30-40 ну там знать вам не обязательно все ну хотя бы десяток вот вы можете их найти называться паттерны программирования вот и ну если так работу будете искать вы хотя бы заучите как они называются там есть фабрика стратегия декоратор ну там и такие названия вот просто хотя бы так вот стрельните вот будет сразу видно что вы хушу шушу так вот где-то читали так что еще хотел сказать что в принципе классы они не делают ничего такого чего нельзя сделать обычными функциями все же делают классы можно сделать на обычных маленьких функциях вот и хотя вот не сказать конечно наоборот функция бывают они посильнее классов вот функция ну это как знаете как кирпич и плита из кирпича можно все что угодно творить вот но просто плита быстрее как-то получается и она понятнее потому что когда мы описываем какой-то класс объект она как-то более приближено к реальным условиям обычному миру до нашему вот они более хорошо описывают структуру программы вот но в принципе можно работать и на функциях я когда-то долгое время я классы вообще не использовал на функциях писал и сайты и все ну потом как-то так смотрю что все эти классы класс начал их изучать понял что это действительно хорошо но зато классы они конечно больше потребляют и памяти и по этим самым по быстродейству они не так не так быстры как функции но зато понятно все вот ну я сейчас не думаю не думаю что это большая проблема с быстродействием сейчас компьютеры такие что хватает на все